Привет всем! Замечательная сегодня выдалась погода, сижу в машине, открыла окна, немножко что-то там шумит за окном, стройка, видимо, но у меня есть тема для видео, и я хотела бы о ней рассказать. Тема вышла спонтанно, потому что поговорила с своей знакомой, которую знаю давно, и она из тех, которая тоже вышла замуж в Израиль и за еврея. И, как многие считают, все, кто выходят замуж за еврея в Израиль, за границу, это жизнь у них мёдом мазаная, маслом мазаная и чёрной икрой покрытая. Почему-то очень многие, даже израильские блогеры, говорят, вот, чтобы только там сбежать, чтобы только там схватиться, чтобы только в другую страну, что тут всё хорошо, мужчина хороший, ну то есть урвала счастье. Но почему-то многие умалчивают о том, либо не рассказывают, что, выйдя замуж за границу, выйдя замуж сюда же в Израиль, очень многие девушки, когда начинают жить с мужчином и с мужчиной, за которого они вышли замуж, попадают в очень неприятные ситуации, в которые их привозит сам мужчина. И вот сейчас реальный случай из жизни о моей знакомой. Она тут работала иностранной рабочей, работала где-то 3-4 года иностранной рабочей с проживанием у бабушки. Конечно, когда тут твой центр жизни, понятно, что она женщина молодая в то время, ну и сейчас молодая, ей было 35 лет на тот момент, она познакомилась с мужчиной, который жил в Израиле, который живёт здесь, гражданин страны. Она женщина свободная, дома у неё только был сын, и она разведённая. Понятно, что она, ну, одинокая молодая женщина, почему бы ей не встречаться с мужчиной здесь, правильно? То есть никто же не поставил крест на её личной жизни, если она приехала сюда на работу. Это даже не знакомство по интернету, это не виртуальное какое-то знакомство. Это знакомство тут, была жизнь, она встретила мужчину, она его полюбила, он её полюбил. Они решили расписаться, то есть решили пожениться, оформить свои отношения. И начали жить в этой стране. Понятно, что она ушла с работы, ну, с проживанием, потому что семейному человеку уже не подходит такой график. Она нашла другую работу, опять там у бабушек, уборки, вначале вот это всё, да, пошла работать. И жили они первый год и второй нормально, и она обустроила ему полностью быт, потому что он до этого жил с мамой. Когда они переехали на отдельную квартиру, она начала благоустраивать быт. Там мебель прикупила, там уютно вела, муж ухоженный всё время. Всё как полагается. Настоящая жена, верная, хорошая, любящая своего мужа. Муж тоже очень хорошо сначала к ней относился. Но в Израиле есть такое требование от Мисрада Пним, вот когда у них начался вот этот весь процесс ступенчатый в Мисрадо Пниме, в МВД, чтобы доказать, что вот этот их брак неэффективный, и всё как положено. Один из пунктиков, они очень приветствуют общий счёт в банке. Ну вот они сделали общий счёт в банке. После того, как они сделали общий счёт в банке на протяжении нескольких месяцев, муж видел, что жена старается, работает, приносит хорошую зарплату в дом. Что значит хорошую? Ну хорошую, потому что жена, у неё не было детей, и тут нет детей. Она всё время на работе, когда работать в Израиле будешь зарабатывать. Она приносила зарплату, потихонечку муж, а муж работал на стройке, потихонечку муж начал сачковать. Там сачканёт на работу не пойдёт, там сачканёт на работу не пойдёт. Ну у жены ж пока зарплата есть, на счету уже пока всё хорошо, нормально. И так потихонечку он опустился до того, что, говорю, а работы нет, а проекта нет, а проект закрыли. В общем, потихонечку начал опускаться на её плечи. Со временем ему стало скучно, он решил себе найти ещё подругу, потому что жена-то вся ж на работе, деньги зарабатывает. Она же хочет, чтобы мужу было комфортно в доме. То есть, получается, немножко поменялись местами. Возможно, в чём-то она виновата. Но, с другой стороны, женщина старается для семьи, работает, хочет какую-то копейку в дом принести, ожидает этого от мужа. Муж же начал немножко наоборот. Ну, дошло до того, что она была вся в работе, в работе, а муж решил себе немножечко пойти налево. Пошёл он налево один раз, два раза, она поговорила с его семьёй, они поставили его немножко на место, вроде всё вернулось в свою колею, наладилась жизнь. Но не тут-то было. С работой было то тут-то там, сегодня работал, завтра не работал, но всё равно как-то деньги немножко хоть какие-то в дом приносил. До поры до времени. Да, в принципе, не до поры, и сейчас иногда приносят, но уже намного реже. Почему? Потому что у мужа появилось новое увлечение. Он, так как у него работы не было, а сидеть в квартире он же просто так не будет, он выходил на улицу, находил друзей, мужчине 40 лет. Находил друзей, сидел с ними в кафе, просто болтали вот так целыми днями, утром идёт кофе пить и сидит там до обеда, когда, ну, вот такое, да, знаете. А она по-прежнему на работе. Ну, как не быть на работе, за квартиру платить надо, еду покупать надо, а на мужа особо рассчитывать она же не может. А если начать на него орать или кричать, он же скажет, и он не скажет, он ей неоднократно говорил, ты тут на птичьих правах, да если ты только что-то пикнешь, у меня же, я пойду в мистрато к ним и скажу, что мы с тобой расходимся, либо разводимся, либо ты такая, ты сякая. И вот начинается, то есть, понимаете, с одной стороны, женщина вышла сюда замуж и как бы казалось бы всё в шоколаде, как многие думают, но с другой стороны, пока она не получила гражданство, муж имеет полнейшее право. Ну, конечно, если это глупый муж, он будет ею манипулировать, он будет говорить, что ты зависишь от меня, он будет давать ей чувствовать, что ты зависишь от меня, он будет намекать разными методами, и он будет опускаться до уровня, что всё равно ты от меня никуда не денешься, пока ты не получила гражданство, ты будешь плясать под мою дудку. И есть многие женщины, которым, да, важно, которые понимают, что в своей стране они не могут уже, как бы, ну, выйти на какой-то уровень, там, работы, зарплаты, а тут они живут, и что они виноваты, что она же хотела всё хорошо, она же хотела семью, она же хотела отношения, а в результате муж из-за того, что он почувствовал, что она от него пока первые пять лет никого не денется, пока не получит гражданство, поменялся в корне и стал вот таким эгоистом, любящим только себя. И вот после того, как он начал ходить по этим кафе, он ещё начал играть в карты. На деньги, конечно же. Ну и пришли, сказали, муж должен 7 тысяч шекелей. Что же не делать? Конечно, брать деньги с семьей, нести, закрывать бирку за мужа, потому что стыдно, потому что, потому что всё-таки ещё муж, до поры до времени, но сколько может терпеть эта женщина? Потом говорят, разводятся много тех, кто вышли сюда замуж. Ладно бы разводились, если бы они там два месяца были знакомы, они виртуально решили пожениться, одно дело. Она его год знала до того, как они женились, было всё хорошо, нормально. Но жизнь, люди меняются. И вот он изменился до такого уровня, что он опустился только на неё, что она платит сейчас за всё, за квартиру, за схерут, за аренду. Она залезла в долги, чтобы поотдавать за мужа эти долги, а муж не работает сегодня, пошёл на работу, завтра не пошёл на работу. Понятно, что терпеть она его не будет. И ждать и терпеть вот только ради того, чтобы получить гражданство, она тоже этого не будет, потому что ни одно гражданство ни в одной стране не стоит того, чтобы человеком вот так манипулировали, унижали, ещё до мордобоя, чтобы только дело не дошло. Вот. Вот такие дела. Не всегда, не всегда есть всё только красиво. Когда говорят, выходят замуж за границу, схватила, чтобы сбежать страны. Ни одна девушка не знает, как сложится её будущее в этой стране. И ни один мужчина не знает, как повернётся. Конечно, есть девушки, которые поступают плохо. Я знаю сама очень много примеров, где, получив гражданство, девушка через год-два покинула мужа, потому что, видите ли, она хотела чего-то больше. Но есть и случаи, где наоборот, где просто невыносимо терпеть вот те отношения, которые случились у пары, к которым она пришла. Вот. Это моя знакомая, я её знаю как хорошую, действительно, домашнюю женщину. Я не понимаю, почему так сложилось в их отношениях и почему это к этому дошло. Поэтому терпеть или не терпеть такого мужа, конечно, выбор каждого. Кто-то зацепится, скажет, мне надо гражданство, и будет терпеть такого мужа. Кто-то плюнет и уедет обратно, потому что не стоит это того. Мне просто реально стало жалко эту женщину, которая уже где-то месяца три не может вылезти из-за долгов, только из-за того, что муж себя вот так противно ведёт. Так что очень много мужчин есть коварных, которые издеваются над своими жёнами, которые издеваются даже над своими детьми, которые издеваются и морально ущемляют интересы жены, пока она в процессе получения гражданства. Так что девушки, которые выходят замуж в Израиль, вы как бы всё заранее и на берегу как-то оговаривайте, старайтесь быть умными, старайтесь быть мудрыми, смотрите, за кого вы выходите замуж. Хотя любовь, конечно, злая, и первый год всегда розовые очки, но вы должны, отношения это дело такое, которое надо строить, и старайтесь строить эти отношения правильно. Не вешайте всё на свои плечи, даже если вы чувствуете, что вы можете, потому что на эти плечи очень быстро может кто-то сесть. И вначале этот муж может быть очень любящим, заботливым, и который сдувает с тебя пылинки, но если он увидел, что ты можешь всё сама, он может медленно и уверенно сесть тебе на голову, свесить ноги, жить свою жизнью и на тебя забить. Ни в коем случае не касается моей семьи. У меня очень замечательный муж, который меня любит, обожает, и я его тоже. И вот так вот. И на этом поставим точку. Хотя в любой семье есть время притереться. Друг к другу, которая занимает у каждого по-разному, у нас с мужем это заняло где-то близко трёх лет, потому что изучить привычки друг друга – это тоже непросто, потому что привыкнуть к ритму жизни, либо к образу жизни, которым живёт другой человек – это тоже непросто. Но всё решается. Главное – быть человеком, который готов найти компромисс у любой проблемы, у любой задачи. Но есть, конечно, типы людей, которые не готовы идти, которые считают на компромисс, которые считают, что они и только они правы. И если вы встретили такого мужчину, ну, будьте осторожны, смотрите, чтобы и вы в обиде не остались. И что ещё? Ну, чтобы не загнобил вас тут никто. Хотя якобы и есть разные организации, да, алимут негат нашин, но никто же не хочет идти позориться, да, никто не хочет сдавать там своему мужу. Так что как-то так, что-то я так много рассказала. Надеюсь, что-то из этого можно вытянуть полезное и послушать, и, 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 и. Так что всем хорошего дня и пока!